Госпожа Читаку я заметил очень внимательно слушал выступление вице-премьера Дачича, но очевидно не слушала главу миссии ООН в Косово, а точнее предпочитала не слышать это выступление и те выводы, которые сделала комиссия, специально назначенная комиссия по инциденту 28 мая. Но я вам напомню, как это было, госпожа Читаку, послушайте теперь меня. Мы согласны с выводами представителей ООН в отношении инцидента на севере Косово с избиением и задержанием косоалбанским спецназом 28 июня сего года сотрудников МОНК, а именно российского гражданина Михаила Краснощокова и гражданина Сербии Деяна Димовича. Данные выводы совпадают с результатами проведенного Следственным комитетом России расследования. Наши следователи установили, что спецназовцы преследовали цель воспрепятствовать законной служебной деятельности Краснощокова, осуществляемой в полном соответствии с резолюцией 1244. Они проигнорировали наличие у него иммунитета ООН, хотя Краснощоков предъявил соответствующую идентификационную карточку, представился на английском языке, и его автомобиль имел ООНовскую маркировку. Соответственно, он не подлежал аресту и задержанию. Шокируют подробности происшедшего. Косовские силовики вытащили его из салона автомобиля с применением физической силы, ударили головой о водительскую дверь, нанесли ему множественные удары руками, после чего применили спецсредства и наручники. Затолкали его на задние сидения его же автомобиля, где продолжали его избивать. У Краснощокова изъяли идентификационную карточку и водительское удостоверение сотрудник ООН разбили его в мобильный телефон. В результате у ООНовцу были нанесены телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, комплексного перелома челюсти, не говоря уже о нравственных увечьях и посттравматическом синдроме. Своими действиями Косовский спецназ продемонстрировал пренебрежение нормами международного права, в том числе гарантирующими иммунитет сотрудников ООН от ареста и задержания. Отдельно отметим, что прозвучавшие последствия от Косовских силовиков и сегодня от госпожи Читаку оправдательные аргументы, а также сфабрикованные против него обвинения объективно не подтвердились и опровергаются, в том числе видеозаписью событий 28 мая. Уважаемые члены Совета безопасности, приведенная картина – свидетельство незрелости косово-албанских силовых структур и их низкой культуры. Ставить в данном ключе вопрос о присоединении Косово к международным организациям, в том числе к Интерполу, считаем ошибочным и беспочвенным. Требуем расследования и наказания виновных в этом преступлении. Полагаем, что Совет безопасности должен решительно осудить это преступление против персонала ООН. Но главное – другое. Налицо стремление косово-албанских властей выдавить миссию ООН из края. На севере Косово сотрудников МОН уже не осталось. А миссии в целом приходится работать в непростых условиях де-факто бойкота со стороны приштинских властей. Сегодня госпожа Читаку прямым текстом подтвердила, что мечта властей Приштины – чтобы МОН как можно скорее покинула край и чтобы никто не мог наблюдать за тем беззаконием, которое там творится, и о которых мы сегодня говорили. Конечно же, госпожа Читаку предпочла, чтобы Совет безопасности не обсуждал ситуацию в Косово, не тратил, как она выразила, свое драгоценное время. Это как-то не вяжутся, те беззакония, которые мы обсуждаем, как-то не вяжутся с тем образом молодой, прекрасной демократией в Косово, которую нам здесь создает госпожа Читаку. Очередным грубейшим нарушением резолюции 1244 стало участие подразделения сил безопасности Косово в многонациональном военном учении Albanian Effort 19. Инициаторы этих военных игр откровенно проигнорировали положение упомянутой резолюции Совета безопасности 1244, в которой содержится требование о демилитаризации любых вооруженных групп косовских албанцев, не говоря уже о подключении их к военным маневрам или даже преобразовании в регулярные вооруженные силы. Подобная активность вкупе с продвижением так называемого проекта «Великой Албании» несут серьезную угрозу региональной безопасности. Косово по-прежнему остается комфортной зоной для рекрутирования разного рода террористов. Угроза миру и стабильности в регионе несет возвращение в Косово бывших боевиков ИГИЛ. Обученные убивать террористы, пропагандирующие соответствующие радикальные идеи, это мины замедленного действия под безопасностью в регионе. И вызывает недоумение, что архитекторы проекта косовской независимости пытаются эти проблемы не замечать. Ничего не сделано по линии ЕСовского Брюсселя не только для возобновления полноценного диалога между Пристиной и Белградом и выполнения ключевой договоренности о создании сообщества сербских муниципалитетов Косово, но и в плане отмены незаконно введенных Приштиной стопроцентных торговых пошлин, применительных товарам из Сербии и Боснии и Герцеговины. Так и не начал реальную работу спецсуд по расследованию преступлений освободительной армии Косово, хотя назначен уже третий по счету покурор. Квалифицируем это как стремление замотать расследование преступлений, скрытых докладчиком Совета Европы Мартина. Все виновные в совершении тяжких злодеяний должны предстать перед судом и понести заслуженное наказание. Лозунги, которые мы часто слышим в Совете Безопасности, применительны к другим кризисным ситуациям, следует перевести в практические решения. Скажем прямо, такая беспомощность кураторов Приштани нас просто ошеломляет. И при этом никто из них не в состоянии доложить, что ими предпринимается для перезапуска политического процесса и урезонивания Косовских властей. Российская позиция по Косову последовательна. Мы выступаем за достижение Белграда и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения на основе резолюции Совета Безопасности 1244. Оно в первую очередь должно соответствовать международному праву и получить одобрение Совета Безопасности ООН, так как речь идет о вопросе обеспечения международного мира и безопасности. Форсирование так называемой окончательной нормализации между Белградом и Приштиной, увязывание ее с какими-либо искусственными сроками считаем деструктивными. Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что проблемы в крае не решаются, а только копятся. В данном контексте считаем неоднократно звучавшие в этом зале призывы к сворачиванию в МООН или проведению ее стратегического обзора безосновательными. Вновь обращаемся к вниманию Секретариата ООН на необходимость тщательно отслеживать развитие ситуации, которая, как показывают вышеизложенные факты, требует взыскательного присмотра международного сообщества. В свете изложенного полагаем, что Совет Безопасности должен отреагировать на сложившуюся ситуацию. Нами подготовлен проект заявления председателя Совета Безопасности, в котором отражены перечисленные в нашем выступлении сюжеты. Просим секретариат распространить текст заявления среди членов Совета. Надеемся, что Совет Безопасности сможет его одобрить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова